Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейх. Как вы, возможно, знаете, весь еврейский мир, я имею в виду ту его часть, которая регулярно посещает синагоги, на этой неделе читает недельную главу, которая называется Баалатхан. Это, собственно, отрывок из Торы или Пятикнижия Моисеева, который записан в книге чисел, книга Бамидбар, как мы ее называем, начиная с восьмой главы. Я сейчас хочу для вас прочитать первые два стиха из этой недельной главы. «И сказал Господь Моисеев, говоря, объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады на передней стороне светильника, должны гореть семь лампад». В русском переводе здесь стоит слово «лампада». Наверное, было бы более точно перевести как «светильник» или «лампа». Но, независимо от перевода, мы понимаем, что в данном тексте речь идет о миноре. Минора – очень особенный атрибут древнего храма и духовной жизни еврейского народа. Прежде всего, исследователи, читающие о миноре, обратили внимание на тот факт, что Господь повелел выковать минору из целого куска золота. Отдельный вопрос, откуда в пустыне появился кусок золота, что тоже не совсем понятно. Но абсолютно очевиден тот факт, что золото, как известно, не куется. Тот факт, что минора была выкована, является чудом, который Бог совершил через тех людей, которых Он определил на это дело. Второе, это тоже, кстати, в нашей недельной главе, содержится намек на то и второе чудо, о котором толкователи говорят, рассуждая о миноре. Они говорят о том, что есть намек в Писании, что свет от миноры был весьма чудесного происхождения, ибо был виден в тех местах, где не должно было быть видно. То есть с обратной стороны, например, стены, его было видно. Мы не имеем однозначных доказательств, потому что это было действительно так, но гораздо более важно, какой смысл не слами нора. И я уверен, что мы могли бы найти здесь много чего интересного, но я хочу выделить одну деталь, на которую чаще всего обращают внимание те, кто толкуют Священное Писание. Как известно, этот мир полон света Божьего. Этот свет приходит с небес, и, подобно солнцу, он освещает всех и вся в этом мире. Однако, Бог хочет, и в этом символика древней миноры, чтобы и в этом мире был источник света, который светил бы всем людям, живущим во тьме. Каким образом? Путем исполнения божественных заповедей, соблюдения Торы, исполнения того, что Бог повелел людям. Смотрите, когда мы делаем какие-то дела, когда мы поступаем так, как нам Бог повелел поступать, люди, глядя на нас, имеют возможность увидеть этот свет Божий. Именно поэтому сначала еврейский народ, а затем и ученики Иисуса, которым Он сказал, что вы свет миру. Иисус как бы говорит, что когда вы идете в этот мир, когда вы делаете то, что Я вам повелел, когда вы поступаете так, как Я поступал в этом мире, то вы являетесь светом для этого мира. На фоне этого я рассуждал и думал, а каково же положение Израиля сейчас в этом мире? Смотрите, Израиль оступился и пал. Как Иисус говорит, пришел к своим, и свои его не приняли. Но значит ли это, что Израиль перестал выполнять свою функцию света в этом мире? На этот вопрос не так-то просто ответить. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что не будучи в этой связи с Богом, невозможно продолжать светить людям. С другой стороны, самим фактом своего существования еврейский народ доказал этому миру, что Бог в этом мире есть. Смотрите, еврейский народ был 2000 лет рассеян, не имея единого государства, не имея прочной связи друг с другом, а Бог его все равно сохранил. Бог возвращает еврейский народ назад, несмотря на то, что ни в коем случае Израиль не стал хорошим, не исправился, не покаялся. Но Бог продолжает быть верным своим словам. Больше скажу вам, если вы приедете в любую страну мира, вы спросите, кто соблюдает субботу. Практически везде вам сразу ответят евреи. А именно суббота является знамением, знаком завета Бога с израильским народом. Сегодня во всем мире читается Библия, которая вдохновлена была Духом Святым и написана от первой до последней буквы еврейской рукой. Израиль был и продолжает быть светом в этом мире не потому, что он хорош, а я бы даже так сказал, вопреки собственному поведению, потому что не Израиль хороший, а у Израиля такой Бог. Я хочу сейчас подчеркнуть для критиков, здесь речь не идет о спасении. Здесь речь идет о том, что несмотря на то, что бы ни происходило с Израилем, Бог, который обещал Аврааму, давая обетование, клялся Аврааму, продолжает исполнять свои обещания. Лучше всего это отражает пример, который Бог дает нам на страницах Священного Писания через пророка Осию. Смотрите, Осия был женат на блуднице. Эта женщина от него уходила, снова возвращалась к своей профессии. Эта женщина рожала детей непонятно от кого. Но был момент, когда Бог говорит ему, иди и снова возьми ее себе в жены. Почему? Потому что Бог говорит, я так же буду поступать с Израилем. И вот это, на мой взгляд, то, что сейчас и происходит. Бог вопреки или, скажем, независимо от того, в каком духовном состоянии находится Израиль, а у Израиля, безусловно, не все в порядке с Богом. И это очевидно, особенно для нас, живущих здесь. Бог продолжает быть верным своим обещаниям и исполнять. И таким образом Израиль продолжает быть светом в этом мире. Именно поэтому Минара – это древнейший из символов народа израильского, который и сегодня находится на гербе государства Израиль. Еще один эпизод, о котором я сегодня с вами хотел поговорить. Мы читаем об этом в книге «Чисел», 10 глава, 29-30 стихи. «И сказал Моисей Хававу, сыну Регуилова, медьянину, родственнику Моисеева, «Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его. Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь добрый изрек об Израиле». Но он сказал ему «Не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину». В русской Библии мы с вами читаем, что Хавав был родственником Моисею. Возможно, переводчики просто не могли понять, каким образом, поскольку здесь в еврейском языке состоит слово «хатан», что значит «тесть». Есть несколько объяснений, почему у Итро, или как он в русской Библии называется, Иафор, поменялось имя. Я изложу версию, которая наиболее мне нравится. Вы не обязаны со мной соглашаться. Дело в том, что в соответствии с древней традицией, когда в Израиле обрезают младенца, ему нарекают имя. В свою очередь, те люди, которые обратились в иудаизм, а Итро был именно человеком, который обратился в иудаизм. Если вы помните, это описано в Священном Писании, что Итро услышал, как Бог сотворил, и что Бог сотворил с Израилем. Он пришел к Моисею. Он показал Моисею, как приносить жертвы. Он научил Моисея, как руководить народом. Он прославил вместе с Моисеем Бога. То есть все атрибуты его обращения к Господу налицо. И в этом смысле его вполне законно раввины считают первым гером, первым человеком, который обратился в иудаизм из других народов. С древних времен существовала традиция, что когда нееврей обращался в иудаизм, то в момент, когда ему делали обрезание, он мог выбрать себе еврейское имя. И я думаю, что Хавав именно так и поступил. После своего обращения он принял еврейское имя. Но здесь я хочу обратить ваше внимание на два более важных момента. Во-первых, когда Моисей говорит ему о том, что иди с нами. Он ему говорит, вместо, о котором Господь сказал. Я уже говорил в некоторых своих уроках, что у Бога на страницах Священного Писания довольно много имен. Практически каждое имя так или иначе отражает какие-то его особенности, его характеристики. Но помимо этого в еврейском языке есть еще то, что можно назвать, наверное, символами имен Божьих. Их используют, как правило, для того, чтобы не писать или не произносить то или иное имя, дабы не нарушить первую заповедь. Например, хорошо известно, что есть слово, которое звучит так, «ха-шем», если переводить его буквально, это значит просто имя, с определенным артиклем имя. Но сегодня вы очень часто можете услышать в Израиле такие слова «бару-ха-шем», что значит «благословенно имя», если переводить буквально «а подразумевается» «благословен Бог». И таким образом вот это слово стало символом имени Божьего. Здесь мы находим еще один символ имени Божьего, это слово «а-а-маком» на еврейском языке. И если переводить буквально, то это значит «место», и как и здесь переведено «место», но с древних времен считалось, что это именно то место, где пребывает Бог. Косвенно это подтверждается тем, что некоторые исследователи говорят, что, судя по всему, Моисей и будущие с ним думали, что когда они войдут в землю обитованную, тут наступит то самое царствие Бога, в котором сам Бог будет царить, собственно, то царствие небесное, пришествие которого мы с вами ожидаем. Вот такое интересное слово у нас здесь. И, конечно же, я хочу обратить наше внимание на тот ответ, который дал Хавав Моисею. Он ему сказал, что он пойдет в свою землю и на свою родину. Много раз я у разных раввинов спрашивал, почему он так поступил, почему он не пошел дальше в землю обитованную. Причем, если смотреть по хронологии книги Исход, то там выглядит все так, что даже прежде, чем были даны заповеди на горе Синай, он ушел. Хотя это не факт, что это именно было в такой хронологической последовательности. Разумительного ответа на этот вопрос я не услышал ни от кого, он не нашел. И вот какие размышления и рассуждения пришли мне самому в результате, вот в процессе чтения этих текстов. Мы с вами только что прочитали, что каждый еврей должен был стать светом в этом мире. Минара является символом этой функции еврейского народа. Возможно, Хавав так глубоко воспринял эту идею, что он решил, несмотря ни на что, пойти к своему народу, дабы стать светом для них. Правильно он поступил или нет, судить не нам. Мы можем сказать, с одной стороны, что, во-первых, когда еврей покидает землю обитованную, это всегда плохо, даже в тех случаях, когда он делает это по повелению Божьему. А Хавав после обращения был евреем. Тут нужно оговориться, может быть, для тех, кто не знает, что в отличие от других народов, евреем можно стать. Например, русский не может никогда стать японзом. Француз не получится, не сможет, ни при каких обстоятельствах стать китайцем. А евреем можно стать и человек, который принимает иудаизм с точки зрения закона Моисеева, является полноценным евреем. Достаточно будет привести такой пример, что один из самых популярных раввинов в еврейском народе, Раф Акива, именем которого практически в каждом городе названы улицы, родился не евреем. Он принял иудаизм. И это не помешало ему стать одним из величайших раввинов всех времен народа, почитаемых в Израиле до сегодняшнего дня. Так вот, когда евреи покидают землю Абитома, но это всегда нехорошо. С другой стороны, можно сказать, что он до нее вообще-то не дошел. Еще один момент, на который здесь я обратил внимание, рассуждая над этим текстом, что пошел Хаав в землю свою, на родину свою, но в дальнейшем история показывает, что медьяне были одним из самых злейших народов против израильского народа. Они воевали, они вредили. Мы можем сказать, что попытка Хавава принести свет своему народу не принесла успех. Опять я не имею права и не готов говорить о том, хорошо он поступил или плохо. И я говорю о том, что, наверное, лучше было бы для него послушаться Моисея и пойти вместе с ними в землю Абитованную. Дорогие мои, я хочу вам всем пожелать и себе пожелать благословенной приближающей субботы Шаббат Шалома. Шаббат Шалом 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 Бог наш благ поем и славим Бог наш благ посвятим мы Бог наш благ и нет сомнений Бог наш благ скажи о них И размышляя, как любит он, Мое сердце воспоет, пламуру. И я танцую в любви к ним, Отдаюсь ему всей душой. Бог наш власть, поем и славим, Бог наш власть, Возкликнем мы, Бог наш власть. И нет сомнений, Бог наш власть, Скажи о ней. И размышляя, как любит он, Мое сердце воспоет, пламуру. И я танцую в любви к ним, Отдаюсь ему всей душой. Шаббат, шалум.